Ну что, всем привет! Сегодня 12 июня, мы снова вышли посмотреть на набережную, как она увеличивается, количество людей, приезжающих в Крым. Подложить цены, туристов на пляже. Заодно, конечно, мы вам покажем, что за цены сейчас в Крыму в 2020-м. Они все-таки серые, не очень. Вода прохладная, но мы получили все-таки ноги, с Олей побегли. Ну, вода не ледяная, она не холодная, но она прохладная, она не теплая. Думаю, Саши, купать воду. Сегодня 12 июня, прохладная погода и вода тоже прохладная. Сегодня, наверное, не будем купаться. Пойдем лучше цены посмотрим. Мы, ну, главное, хотели показать снова цены, потому что вы, наверное, планируете отдых в Крыму, собираетесь приехать к нам. А мы вам показываем, какие у нас пляжи, сколько людей и все самое актуальное. Покажем вам, какая вода. Погуляем на площадках. Покажем вам, какая вода. Давайте сегодня покажем, сколько людей у нас на пляже. А мы с Олей решили сегодня, вот, думаем, раз мы должны показать, сколько что стоит, надо же сказать свой отзыв об этом. И решили, что Саша съест шаурму, а мы с Олей съедим по чебуреку. Чтобы попали все. Да, и мы заодно покажем цены на все и расскажем, что вкуснее. Ну, правда, что вкуснее мы вам не расскажем, потому что Саше понравилась шаурма, а нам понравились чебуреки. Ну, да, но все-таки. Значит, что больше любите, все вкусно. Ну, давай, как первая крымская шаурма? Очень вкусная шаурма, очень вкусный лимонад, все очень вкусно. Ну, мне вот кажется, она маленькая какая-то. Мы в прошлом году заказывали, они побольше были, нет? Да нет, мне нормально. Нормально? Очень вкусно. Ты видела, как готовили? Да. Там мясо много, или... Покажи так, открой, есть мясо или одна капуста? Ну, вообще как, нормальная шаурма? Очень вкусная. Мягкая? Да. Майонеза много? Нормально. Нормально. Вкусно. А ты чего сидишь? Жду, пока мне чебуреки принесут. Мы, короче, поделились, решили все попробовать, поэтому открылись и чебуреки, и шаурма. Мы с Олей решили чебуреки попробовать, а мы вот с Олей, она заказала с мясом и сыром, и лимонадом. Конечно же, лимонад. А я заказал с этим, ветчиной и сыром. Ну, и биво. Саша тоже с лимонадом шаурму. Давай, Оля, как твой чебурек? Отлично. Так ты еще не попробовала, что ты врешь под курищиком. Пробовала. Мясо попробуй. Вдруг там кошка. Какая кошка? Ну, может, они из кошки приготовили чебурек. Вкусно? Не мяукает? Вот так вот выглядит с ветчиной. Вот так вот с ветчиной выглядит, наверное. Смотрите, сколько ветчины там. А ну, покажем, сколько мяса у тебя. Покажем, много мяса? Мясо, мясо, сколько мяса. Вкусно? Угу. Лимонадом надо запить. Оля, а хочешь с ветчиной попробовать? Вкусно. А какой вкуснее, с мясом или с ветчиной? С ветчиной. А теперь мясо мясо. А ты хочешь вкусить? Или брезгуешь? Есть много? А ты можешь ему хоть попробовать? А? Я толстее, это не шоурмальный. Ммм. Толомитый. Оставишь мне немного? Это тебе не страшно. Ты же уже толстая у нас. Что? Саша поподтягивалась. Помочили ноги. Мари вон даже оставила кусочек шаурмена. Девочка у нас нежадная. Да? А Оля не оставила кусочек чебурека. И папа тоже. Чебурек на себе заказал. Ничего Маре не оставил. Я Оле оставил вообще-то. Пол чебурека. У нас в Оле 30 килограмм. И во мне почти 100. И мы поровну съели чебуреков. Так что я дюймовочка. А Оля у нас толстушка получается. Вот. Ну все. До встречи. Смотрите, как судак выглядит сегодня. Марушка, я тебе принесла шаурму. Думаю, она тоже не пробовала шаурму. Вчера у нас была кукурузу есть берега. Ну, это на пол кинула. С руки дать. Мне нравится. Мара, как тебе шаурма? Мы с ней 7 делимся. Она у нас все пробует. Вот, смотрите, схомячила уже. Член семьи нашей. Ага. Вон, схомячила уже. Мара, как тебе понравилось? Нет. Еще хочет. Ребята, подписаться не забудьте. И лайк поставьте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.